Наука это международный язык. Концерт в честь дня рождения Казанского Федерального Университета. Здравствуйте, в эфире Универ Ньюз, в студии Илья Андреев. В зале заседания Казанского Федерального Университета состоялось открытие программы повышения квалификации глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан с участием заместителя премьер-министра Республики Татарстан, министра промышленности и торговли Олега Коробченко. В Казанском Федеральном Университете состоялся молодежный научный конгресс организации исламского сотрудничества. Подробнее в своем сюжете расскажет Амир Ахтямов. В Казанском Федеральном Университете стартовал молодежный научный конгресс стран организации исламского сотрудничества. Его участниками стали свыше 50 молодых ученых из более чем 17 стран. Египта, Малайзии, Индонезии, Ирана, Пакистана, Турции, Азербайджана. У нас уже работает проектный офис молодежный организации исламского сотрудничества. Да, у нас проходил великолепный форум, посвященный молодежной столице УИС. У нас проходил замечательный культурный форум стран, мусульманских стран. И мы можем в процессе таких встреч делиться друг с другом самыми сокровенными идеями. Конгресс проводится в рамках плана мероприятий, посвященных признанию Казань молодежной столицей стран УИС в 2022 году. Казанский Федеральный Университет был представлен проректором по внешним связям Тимирханом Алишевым. Конгресс направлен на создание платформы международного сотрудничества для формирования предпосылок для устойчивого развития международного сотрудничества в научной сфере с регионом УИС. Мы очень рады, что Казанский Федеральный Университет стал площадкой проведения молодежного научного конгресса стран УИС. Вы знаете, что Казань в этом году замечательно преобладал статус столицы стран УИС молодежной. И, безусловно, какая молодежь без науки и Казанский Федеральный Университет является площадкой проведения этого конгресса. Напомним, что в рамках прошла пленарная часть, а также секционное заседание по четырем основным трекам. Урбанистические исследования, современные технологии в образовании, нефтегазовые технологии и современные исследования в медицине. Также состоялся круглый столб по вопросам поддержки молодых ученых в странах УИС. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Университет. Казанский Федеральный Университет отметил свое 218-летие торжественным концертом. О том, как проходило мероприятие, узнаете в сюжете Адалины Абдурахмановой. 18 ноября одному из старейших университетов России исполнилось 218 лет со дня основания. Казанский Федеральный Университет завершил свой праздничный день торжественным концертом, на котором с поздравительным словом выступил Элинар Сафин, ректор университета. Разрешите поздравить и весь наш большой коллектив, профессорско-преподавательский состав с этим днем рождения. Пожелать нам всем удачи, новых научных успехов, хороших студентов, на благо нашей цветущей огромной Родины, на благо республики, в которой мы находимся. Поэтому с днем рождения еще раз примите самые добрые поздравления. Желаю вам всем удачи и здоровья. Переприятие по случаю дня рождения университета прошло в Большом зале КСК КФУ «Уникс». Программа включала в себя яркие выступления студентов Казанского университета. Также в рамках концертной программы ректор Казанского федерального университета провел церемонию награждения представителей лучших студенческих общественных организаций и объединений КФУ, лучших сборных команд Казанского университета по различным видам спорта, победителей и призеров спартакиады среди студентов первого курса. Также грамоты получили директора институтов. Кульминацией мероприятия стал вынос на большую сцену концертного зала праздничного торта для торжественного сдувания свечей в честь дня рождения университета. Аделина Абдрахманова, Универньюз. И раз, два, три! С днем рождения, Казанский университет! В Казанском федеральном университете стартовали Петровские чтения 2022. Пятая международная зимняя школа-семинар включает в себя лекции, пленарные и секционные доклады и неформальные дискуссии по новейшим достижениям в теории гравитации, астрофизики и космологии. О том, как прошло мероприятие, узнаете далее в нашем сюжете. 21 ноября стартовала пятая международная зимняя школа-семинар по гравитации, астрофизике и космологии «Петровские чтения-2022». Мероприятие состоялось на базе Института физики Казанского федерального университета. В программу мероприятий входят лекции, посвященные астрофизике и космологии. Спикерами выступят ведущие российские и зарубежные ученые. Также совместно со школой будет открыт научный семинар, где участники смогут представить свои исследования. Это научная конференция, научное мероприятие. Но из названия понятно, что это еще и молодежное мероприятие. То есть мы привлекаем на это научное мероприятие много молодежи. Но стараемся привлекать. И нацелено это мероприятие именно на молодежь. Здесь много будет именно докладов такого обзорного, учебного характера, для того, чтобы люди, которые входят в науку, могли это сделать легче, чтобы им было интересно и так далее. Петровские чтения начали свою работу в 1987 году совместно с Казанским университетом. Тогда мероприятие включало в себя только летнюю школу. Однако с 2014 года чтение проходит в обновленном зимнем формате. Цели, которые ставят перед собой школы-семинары, заключаются в создании благоприятных условий для овладения современными методами научных исследований на мировом уровне, приобщения молодых ученых, аспирантов и студентов к новейшим достижениям науки и развития международных научных контактов. Не так давно мы узнали о гравитационных волнах вообще. И поэтому такое вот мероприятие стало интересно посетить. Чтения будут проходить до 25 ноября в Институте физики в 110-й аудитории по адресу улица Кремлевская, 16 Аделина Абдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюз. Формирование предпосылок устойчивого развития международного сотрудничества в научной сфере – то, к чему стремится любая динамично развивающаяся страна. О том, как Казанский университет поддерживает совместную деятельность регионам, организации исламского сотрудничества – далее в сюжете нашей службы новостей. 21 ноября 2022 года в Казанском федеральном университете стартовал Международный молодежный научный конгресс стран-организации исламского сотрудничества. Основной целью съезда является создание международной диалоговой площадки в Республике Татарстан для формирования предпосылок устойчивого развития международного сотрудничества в научной сфере с регионом Организации исламского сотрудничества. Казанский федеральный университет посетила одна из первых женщин-членов Консультативного совета Королевства Саудовской Аравии. Большое спасибо за то, что пригласили меня участвовать в этом научном молодежном конгрессе. Я принимаю участие в панельной дискуссии по биомедицине и биотехнологиям, где я буду говорить о том, во-первых, мы еще будем отбирать участников, которые получат приз, и, возможно, там будут некоторые идеи, предпринимательские идеи, которые в итоге будут финансироваться. Хаят Синди была включена журналом Arabian Business в список самых влиятельных арабов в мире, где заняла 19-е место в общем списке и 9-е в женском. С пяти лет женщина начала увлекаться наукой. Ее самой главной мотивацией была мечта делать что-то значимое для человечества. Мой папа покупал мне книжки, в которых рассказывалось про деятельность ученых. Я была, конечно, впечатлена жизнью Эйнштейна, Мэри Кюри, Ибнсина, и все время пыталась представить себя человеком, который таким же образом что-то делает важное, значимое для человечества. И, наверное, это тот момент, когда я поняла, что наука – это то, чем я хочу заниматься. Это в диагностике и медицинского обследования по месту оказания медицинской помощи. Хаят Синди поддерживает различные волонтерские программы для бедных стран, которые лишены возможности получения ресурсов. Медик также подчеркнула и значимость Казани и Казанского университета в научной деятельности. Очень приятно находиться здесь, в Казани, поскольку Казань была выбрана столицей Международного молодежного исламского конгресса. И, конечно же, университеты, и особенно казанские университеты, имеют большое значение в продвижении идей науки среди молодежи. На Международном молодежном научном конгрессе стран Организации исламского сотрудничества Хаят Синди выступила с речью, направленной на важность поддержки молодого поколения. Ведь появление и сохранение интереса к науке является одной из главных целей научного сообщества. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Елабужский институт Казанского федерального университета подвел итог. Праздничная неделя, посвященная дню рождения Альма-Матер. Подробнее в сюжете Амира Ахтямова. Елабужском институте Казанского федерального университета завершилась праздничная неделя, посвященная дню рождения университета. Традиционно в середине ноября в стенах вуза проходят актовые дни, в рамках которых проводятся тематические, научные и развлекательные мероприятия. В этом году студенты и преподаватели отмечают 218-ю годовщину со дня основания Казанского императорского университета. Я считаю, что такие лекции очень полезны, потому что мы узнаем историю нашего института и мы гордимся им. Именно в рамках актовых дней особый интерес вызывает история университета, богатая значимыми событиями и выдающимися именами. В этом году участниками школы экскурсоводов Елабужского института КФУ был проведен круглый стол, на котором были научные доклады, посвященные вехам развития Казанского университета и Елабужского института. В течение всей недели в переменах между учебными занятиями студенты и школьники устраивали друг для друга творческие сюрпризы в рамках акции «Открытый микрофон». Любой желающий мог произнести теплые слова поздравления в адрес любимой Альмаматор и поделиться своим творческим талантом. Сегодня мы играли, хоть наша команда и не победила. Время прошло быстро и незаметно, было очень увлекательно. Я узнала много нового и расширила свой кругозор. Связь с выдающимися историческими личностями великими открытиями Казанского университета смогли прочувствовать те обучающиеся в рамках интеллектуально-развлекательного марафона. Сначала ребята сыграли исторический квиз, а после этого совершили путешествие в начало 20 века, чтобы пройти сюжетный квест по мотивам истории из жизни воспитанниц епархиального училища. Вечером 18 ноября в стенах вуза состоялась Ночь науки. В ходе мероприятия юные и взрослые жители Елабоги смогли познакомиться с современными направлениями науки и техники, узнать, чем отличается работа оптического и электронного микроскопов, заглянуть в мир виртуальной реальности и даже заняться дизайном своего будущего дома. Мы в этом году, вернее я в этом году перешла впервые. Рома был в прошлом году, с папой ему очень понравилось. А я для себя открыла науку с другой стороны. Оказалось, это очень интересно и вообще не скучно. Также в рамках Ночи науки были представлены и собственные технические достижения. Амир Ахсямов, Айдар Нурмиев, Университет. На этом все. В студии был Илья Андреев. Я вас поздравляю с Международным днем телевидения. Наши сюжеты вы можете найти в социальных сетях, а также на сайте телеканала. До свидания.